Татарский язык Потому что за 20 лет, пили на французский язык, действительно, на момент воцарения Екатерины, здесь, может быть, некоторые люди по-немецки понимали, да? После Екатерины уже к Александру Первому все говорили по-французски, совсем немного лет прошло. Почему? Это, кстати, культурное изменение. Никакой принудиловки в этом вопросе не было. Русский язык оставался государственным. Императрица пусть плохо, но им владела. И тем не менее перешли. Почему? Потому что культурный продукт создавался на французском языке. Главный культурный продукт той эпохи. Поэтому его и изучали. Но разве это единственный способ утверждения языка? Пожалуйста, я вам приведу пример. Государство Израиль. Оно возникло в 1947 году. К нашему сожалению, это так оно возникло. Мы можем его не любить, но не изучать его опыт было бы глупо. Скажите, в 50-х годах какой культурный продукт существовал на иврите? Никакого. Кроме некоторого количества старых религиозных книг. Основной продукт среди евреев, потребляемый евреями, большинством евреев, создавался либо на языке идиш немецкого корня, либо на языке ладийного испанского корня. Сейчас иврит является языком государственным, языком культуры и вообще нормальным, живым способным языком. Это что, культурный вопрос? Ничего подобного. Это вопрос политический. Это просто очень яркий пример, потому что я его привел. Что значит для нас татарский язык политический вопрос? Вот смотрите, сегодня прозвучал совершенно правильный резон. То есть отлично, на вот это дело идут деньги, изучение татарского языка. Идут деньги, закладываются в бюджете. А поскольку вы им не пользуетесь, то чем мы вам будем эти деньги давать? А поскольку это вопрос политический, не вам решать. Это Татарстан, национальная республика. И не вам решать. Это не дотационная республика. Это наши деньги. И мы решим, куда их тратить. На какие-то другие блага или на обязательное изучение татарского языка. Это наша тема. Что? Не хотите учить? Не надо. Но поскольку это национальная республика, почему здесь нет закона? Что любой чиновник обязан владеть двумя государственными языками. Обоими государственными языками. И вот тогда, если вы захотите делать карьеру у нас в Татарстане, вы будете учить оба. Мы ваш русский язык понимаем и говорим на нем. Попробуйте понять и нас. Политический вопрос, это означает принудительно, попробуйте понять. Это должен быть закон о том, что государственный чиновник должен понимать татарина. Вне зависимости от того, какой он национальности. И если русский хочет быть государственным чиновником, ну извини, и учи. Вот что значит политический вопрос. Что значит вопрос культуры? Ну вопрос культуры, да, это вопрос по-другому решается. Он решается медленно, плавно, большими усилиями, большими вложениями и, самое главное, большим интеллектуальным и творческим привнесением в эту тему. Но если вопрос будет решен политически, то за ним культура подтянется. За ним культура подтянется. Это никуда не делось. И тут очень важно, насколько мы внутри себя готовы к сопротивлению. Этот закон, который собираются обсуждать, является элементом большей проблемы. И у нас много свидетельствий, что эта проблема больше. Ведь на самом деле, обратите внимание, этот закон появился уже вскоре после того, как был отказ от подписания управления союзного договора. То есть, это ложится как звенья одной цепи. То есть, сначала произошло одно, потом происходит второе. Дальше станет вопрос, а у вас не президент, у вас теперь будет губернатор Казахстана. То есть, мы должны понимать, что язык это элемент большего тренда. Этот тренд, конечно, является... Он раньше проявлялся. Все начиналось в первой половине нулевых, когда там... А давайте обсудим, а не включить ли нам какие-то документы, государство, образующую роль русского народа. Нет, 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 вы даже и не думайте, что от этого будут какие-то последствия. Просто фраза в качестве уважения. Это же так звучало. Сейчас у нас возникает вопрос о том, что нужно написать что-то, нужно бумагу послать, нужно довести до... До кого? До кого вы хотите это довести? Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из вас слышал, что по поводу языка высказывался Путин? Он высказывался. Он сказал, что принудительное обучение языку это нехорошо. До кого вы хотите довести? У меня вопрос с тобой. То есть совершенно очевидно, что это не образовательный тренд. Это не форма экономии и образовательных бюджетов. Это определенная националистическая установка, которая в связи с тем, что такое вот колониальное сознание, сознание колонизатора, которое не собирается учить тарабарщину этих варваров, потому что он победитель, она начинает доминировать, она проявляется в одном, в другом, в третьем. Сначала вы почтите уважением нас как государствообразующих, потом давайте-ка перейдем на нормальный цивилизованный язык, а не ваше быр-быр-быр. И, кстати, какой там союзный договор? Вы о чем? Вы просто губерния. С какой-то там этноспецификой, ну, мы не запрещаем вам между собой разговаривать. Это большой тренд, и бороться с ним вот такими вот мелочными уколами, то есть это, ну, не знаю, насколько это может быть эффективно. Это дрейфует вся страна в этом направлении. Мы вот сейчас вот сидели, пока, значит, наш друг из Калмыкии выступал, и обсуждали вопрос, есть ли штаб? Это просто разлитое, скажем, строение в обществе, это национализация там основной массы, и это просто умонастроение, или есть какой-то штаб, где принимаются решения, где вырабатывается программа, ну, так вот, скажем, государствообразующие роли. Это имперское сознание, а язык – это лишь форма вот этой вот империзации России. И я не знаю, как с этим бороться, иным способом, нежели дать по рукам. Я правда не знаю. Если же говорить о, собственно, проблеме татарского языка, я не знаю, универсальный ли этот подход, не универсальный ли этот подход, не уверен, что это универсальный. Я уже озвучивал эту идею, что, в принципе, вы знаете, если бы... Нет, история с языками, татарский, скорее всего, бы дальше хирил, потому что это язык такого бытового общения. На нем очень мало создается интеллектуального продукта. Нет, культура – это не переход с языка на язык. Чтобы создать культурный продукт в нужном объеме, чтобы было интересно переходить на другой язык в 21 веке, это, я не знаю, это огромное вложение на протяжении 100 лет. Так что создавать культурный фундамент, апеллируя к которому, значит, татарский язык можно обосновывать свое право на существование. Наверное, все-таки это не путь. Нас же задевает эта проблема не потому, что язык, язык там, да, а потому что огромное количество людей, не связанные даже с тюркским языком, их ставят де-факто в положение людей второго сорта. Вот в чем заключается проблема, и она больше. Если мы говорим о том, можно ли бороться с этим, ну, наверное, наверное, можно, да, но тогда нужно создать какие-то иные стимулы для существования и для востребованности татарского языка, нежели, как бы, культурный продукт на нем существующем, потому что он будет создавать очень долго. Есть люди, которые являются феноменом культуры, ну, или, допустим, феноменом науки, в данном случае, там, исторически. Вот, скажем, Гуилев был ученый-историк. Что касается Мурада Анжей, который, так вот, ворвался в жизнь огромного количества людей со своей книгой «Половинка Лавянского поля», именно вот эта книга была, наверное, «Самая известность», да, то это, конечно, был феномен общественной и политической жизни. То есть, это был человек, который помог тюркам осознать собственную субъектность и, как бы, не критиковали бы его за то, что его работа – это фолк-истори, да, его работа – это красивая сказка о каком-то своем национальном величии, да, на самом деле, он, конечно, настоящий культуртрегер и это человек, который провел для нас, для всех, для тюрок огромную воспитательную работу.